Привет, дорогие друзья! Макс Вайсман, это я. Тема нашего сегодняшнего топика это Москва и Санкт-Петербург. Многие жители различных регионов думают, что жизнь в Москве и Санкт-Петербурге гораздо лучше, чем в этих самых регионах. Итак, последние вести из этих двух крупнейших российских городов таковы, что мне придется, наверное, разочаровать жителей этих регионов, потому что в ближайшие месяцы в этих двух мегаполисах ожидают увольнения 230 тысяч россиян. Оказывается, что в первую очередь работу потеряют труженики финансового сектора, а именно банков. Ну, вы все прекрасно знаете, что в последнее время Центральный банк Российской Федерации зачищает банковское поле, отдает фактически рынок крупнейшим госбанкам, уничтожая их мелких конкурентов. Ну, это то, что происходит. Порядка 40 тысяч человек потеряют работу в этой сфере, в этих двух крупных городах. Ну, вот как раз банковская сфера в этих крупных городах довольно широко и представлена, и эти люди попадут на биржу труда, а не попадут. Кроме того, под риском увольнения также работники транспортной сферы, а также производство электрооборудования, вычислительной измерительной техники. Там увольнений будет на 16 тысяч человек, причем в основном эти увольнения будут в Санкт-Петербурге, нежели чем в Москве, потому что... Ну, просто потому что Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, сохранял свое производство, свои производства долгие времена. Но вот сейчас, к сожалению, ситуация не очень благоприятная для любого производства в Российской Федерации. Помимо этого, работники транспортной сферы потеряют порядка 27 тысяч работников, сократится автомобилестроение, производство машин и оборудования, там будет уволено порядка 12 тысяч сотрудников. В других отраслях увольнения не будут столь значительными, но, тем не менее, и в других отраслях тоже намечаются сокращения. Надо сказать, что все эти данные приводит не кто-то там, который что-то как-то посчитал, а служба занятости. Дело в том, что до того, как уволить сотрудников, сократить их, предприятия заблаговременно уведомляют службу занятости о том, что будут сокращены те или иные рабочие места. То есть, это совершенно официальные данные. То есть, вот в обеих столицах после Нового года безработными окажутся 230 тысяч человек. Между тем, Владимир Путин на своей большой пресс-конференции 20 декабря заявлял, что безработица в стране сокращается. Помимо того, что безработица якобы сокращается, он еще заявлял о каком-то прорыве. О каком прорыве может идти речь, если работники в таких важных для прорыва отраслях, как электронная промышленность, электротехническая, оказываются на улице. Вот работники этих отраслей. Значит, у этих отраслей нет заказов, правильно? О каких прорывах он вещает, ребята? Ну ладно. Этот президент, как всегда в своем репертуаре, главное не сделать, главное пообещать, ребята. К слову, несколько слов о Санкт-Петербурге. Лесом я был в этом городе, прекрасный город. И вы знаете, раньше в этом прекрасном городе, который когда-то был занесен в книгу рекордов Гиннесса, как город с самой разветвленной трамвайной сетью мира, был, работал свой собственный трамваестроительный завод. Или как он там называется? В общем, предприятие, где производились трамваи. И, надо сказать, вполне сносные трамваи там производились, и я ездил на этих трамваях, и вполне современные модели этих трамваев присутствовали на дорогах города. Но вот, когда я сейчас побывал в этом городе, оказалось, что трамвайный завод закрылся, ребята. Ну вот, не пережил он путинскую стабильность, даже в таком городе, который является важным потребителем трамвайных вагонов. Он очень много потребляет в Санкт-Петербург, собственно, трамваев. Оказывается, чиновники из Санкт-Петербурга перестали покупать санкт-петербургские трамваи и стали покупать французские. Я сейчас не шучу. Реально в Санкт-Петербурге начали ездить импортные трамваи, которые стоят в несколько раз дороже, чем трамваи местного производства. Но, тем не менее, вот она квинтэссенция вот этих вот прорывов, о которых обещает глава государства. Свой завод закрыть, не покупать продукцию этого предприятия. Давайте купим лучше французский трамвай. Ну, вообще, вся страна идет именно по такому пути. Например, Сименовские, Сименсовские, точнее, электрички у нас в стране называются ласточка. Хотя, на самом деле, это вообще продукция, в общем-то, зарубежного производителя. Просто завезенная сюда в разобранном виде, тут дособранная. И вот она якобы отечественная. На самом деле, конечно же, это чистый воды голимый импорт. Вот она, путинская экономика. Закрыть свое предприятие, выгнать людей на улицу, купить втридорого импортный аналог. А между тем, Тверской вагоностроительный завод, так же как и Сименс, сделал свой аналог пригородного поезда. Но почему-то РЖД, но начальники РЖД предпочли покупать Сименовскую ласточку. Как вы думаете, можно верить человеку, который обещает какие-то прорывы, а вот вся его деятельность показывает, что он двигается точно в обратном направлении. Не прорвать, а наоборот, в клочья разорвать всю собственную экономику и собственных продуцентов. Вот такое вот у меня сложилось мнение. А для жителей региона, которые стремятся, возможно, переехать в столицы, вот собственная информация. В этих столицах добавится на 230 тысяч безработных только в самые ближайшие месяцы 2019 года. За Сим прощаюсь, держитесь за свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова